МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы приветствуем всех, кто прямо сейчас смотрит Универ Ньюз. Никаких скучных новостей, зато много важного, полезного и интересного. С вами Аделя Шемилова. Сегодня я вам расскажу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 185 выпускников начинают новую страницу своей жизни. Торжественное выручение дипломов бакалаврам и магистрам состоялось в императорском зале главного здания Казанского федерального университета. В этом году красные дипломы получили 50 выпускников высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Если говорить о журналистском образовании в нашем университете, то оно имеет достаточно длинную историю и в разные периоды по-разному относились. Точно так же различные структуры готовили будущих журналистов. По традиции на церемонии присутствовали высокопоставленные гости, которые выступили с поздравлениями и напутственными словами. Я хочу поблагодарить дорогих преподавателей Романа Петровича Баканова, который курировал нас на протяжении четырех лет, который вел наши дипломные работы, курсовые работы, Булатова, Рата Шамильевича и других преподавателей. Торжественный день сегодня для всех, для нашего университета, потому что многие люди выпускаются, я думаю, все испытывают очень положительные такие чувства. Немного облегчения, потому что, наконец-то, буду чувствовать себя уже взрослыми, не привязанными ни к чему, и, наконец, спокойно выдохнуть. То, что все самое сложное уже было. Арина Михайлова, Владислав Михневский, Универньюз. Профессор университета Рочестера Мартин Линч совместно с коллегами из Казанского университета выяснил, как выглядят представления российских учителей о конечных целях образования. Насколько сильно представления способны отличиться от действительности, узнаем прямо сейчас. Психологическое исследование представления учителей о конечных целях образования, проведенное университетскими экспертами совместно с представителями университета Рочестера, дало первые результаты. Одной из главных целей стало изучение того, как учителя представляют для себя основные мотивы и потребности детей школьного возраста. На Россию выбор пал не случайно. В течение года приглашенный профессор Линч имел возможность в тесной связке с учеными Института психологии и образования КАФУ поработать над совместным исследованием в рамках гранта по проекту стратегической академической единицы «Учитель XXI века». Нам интересно было узнать, какие ответы на вопрос, что, по вашему мнению, необходимо для психологического благополучия детей. Получили очень интересные результаты. Сгруппировав результаты, исследователи выяснили, что в качестве наиболее важной для ребенка была оценена потребность в смысле жизни. Далее следуют потребности в отношениях с другими людьми. С отрывом от них, но почти равными между собой по оценке значимости, стали потребности в самоактуализации, достойном уровне самооценки и безопасности. И в числе последних находится потребность в автономности. Очень много надо еще выяснить из этих данных. Но нам кажется, как нам кажется сейчас, в данный момент, акцент на отношении с другими людьми. То есть, как бы, очень часто мы встречали такой ответ. А поддержка от родителей, отношения с другими. Вот такие ответы. Представления самих педагогов о потребностях ребенка несколько различаются. Большинство опрошенных учителей считают, что школьник должен быть в первую очередь послушным и уметь активно проявлять инициативу. Вхождение данных пунктов в один фактор говорит о том, что, по сути, они отражают только что-то одно. Но какова природа такого отождествления? Это бессознательный страх перед инициативой ребенка? Что она сразу заковывается в рамки послушания? И самый главный вопрос, как быть ребенку, отвечая на эту внутренне противоречимую систему ожиданий учителя? Ответы на эти вопросы еще предстоит получить. Научные исследования международной значимости продолжаются. Аделья Шамилова, Владислав Михневский, Универньюс. Группа молодых ученых Казанского федерального университета разрабатывает новый вид антибиотика, который будет работать целенаправленно против стафилокока. Ученые Казанского федерального университета активно занимаются разработкой различных проектов. Так, 8 ученых КФУ выиграли в конкурсе Российского научного фонда проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых. Сам конкурс рассчитан на то, чтобы молодые ученые возглавляли новые научные группы, в которых финансируется Российским научным фондом. Это у нас одна из таких групп. То есть у нас 8 человек в составе этой группы. И по условиям конкурса там должно быть не менее 75% людей до 35 лет. Направление, в котором ведется исследование, называется структурная биология. Создается в Казанском университете с 2014 года. В том же году была создана соответствующая лаборатория. Изначально в 2014 году, как была создана лаборатория структурной биологии, она была создана на паях между физиками и биологами. То есть 50 на 50. Половина людей со стороны физиков была, половина со стороны биологов. Потому что здесь мы используем большой набор и биологических методов, и физических методов. Изначально наша лаборатория создавалась как совместная российско-французская лаборатория. И также у нас есть коллаборация с институтом микробиологии в Штубберге в Германии. Конечная цель проекта создать новые антибиотики, которые будут работать целенаправленно против стафилокока. Сам проект посвящен изучению структуры специфичного для стафилококковой системы белка, которая помогает рибосомия стафилокока синтезировать другие белки, которые в свою очередь являются патогенными. Основная наша идея – это найти структурные различия в этой системе человеческой и таким образом предложить какие-то новые подходы для разработки антибиотиков против стафилокока. Средства гранта планируются направить на закупку расходных материалов, реактивов для выделения белков, лабораторного оборудования, зарплаты сотрудников и командировки молодых ученых на стажировки ведущей исследовательской центры Германии и Франции. Диана Шилова, Леонард Валитяров, Универньюз. Нынешнее лето совсем не радует нас своими погодными условиями. Почти каждый день сопровождается осадками в виде дождя. О том, как это повлияло на состояние сельскохозяйственных культур, расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Июль совсем не радует нас своими теплыми деньками. Нынешняя погода сильно отразилась и на состоянии сельскохозяйственных культур. В нынешний поздний весенний период мы наблюдали почвенные заморозки. И ночные температуры начала первого летнего месяца были ниже 5 градусов. В связи с этим наблюдалось дефицит азота. То есть азотфиксирующие бактерии, почвенные микрофлоры, они не фиксировали атмосферный азот и на растениях наблюдается азотное голодание. В последние годы в республике Татарстан одним из факторов получения урожая сельскохозяйственных культур была влага. Однако в этом году многие полевые растения наоборот испытывают обилие влаги. Все это привело к тому, что корнеобитаемый слой почвы достаточно не прогревался. Поэтому рост и развитие сельскохозяйственных растений шло задержкой. Низкая температура негативно отражается на всех сельскохозяйственных культурах. В особенности это заметно на южных культурах с длинным вегетационным периодом, таких как проса, кукуруза, подсолнечник, что впоследствии отразится и на качественных их показателях. Сейчас идут активные заготовки кормов для животных, но в связи с нынешними погодными условиями корма могут быть низкого качества. При повышенной влажности сенаж и силос недостаточно хорош для кормов, то есть имеет плохое качество. И еще возможно образование масляной кислоты, которая впоследствии также будет негативно отражаться для животных, то есть будет ядом для животных. Что касается косточковых культур, то в связи с низкой температурой не шло опыление, что привело к низкой урожайности. Земляники и клубники тоже в этом году будет не так много. Из-за повышенной влаги произошло загнивание на плодах. Такая ситуация это не впервые. Все это связано с 11-летним циклом солнечной активности. Вот такая погода, она повторяется раз в 11-12 лет. Но надежды терять не стоит. Ситуация может измениться, если начало и середина августа будут теплыми. Анна Глазунова, Леонарда Влитяров, Универньюз. Это были самые обсуждаемые события из жизни Казанского федерального. Здесь всегда есть свои герои и события. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин